Я останусь с комсомолом, буду вечно молодым! Когда ровно 10 лет назад, работая в группе Дениса Мужукова, сына известного композитора-аранжировщика Алексея Мужукова, ныне покойного в Царстве Ему Небесное, Дениса Мужукова пригласили на юбилей Иосифа Кобзона. Но так как его отец уже тогда, к тому времени, очень сильно был болен, не мог ходить, передвигаться самостоятельно, Денис пошел как бы за него. Своей группой Offbeat, где я работал гитаристом. Мы там играли рок-н-ролл. Юбилей Кобзона проходил в Манеже, это было 70-летие Иосифа Давыдовича. Это было ровно 10 лет назад, ну плюс-минус неделю. Родился он 13 сентября, в общем, 2 недели, грубо говоря, неважно. Кобзон пел, 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 в общем, пел не переставая, там приблизительно часа 2, наверное. Когда мы зашли туда, он пел, потом мы вроде поиграли немножко, потом он опять пел, опять пел, потом с хором Александрова вышел, тоже пел, очень долго пел, в общем. Там же удалось нам джимануть с палатом Бюль-Бюль-Аглы, министром культуры Азербайджана. Мы аккомпанировали ему песню «Я встретил девушку полумесяцем бровь» и еще какую-то песенку. Ну, приятный мужик такой. Ну, естественно, там какое впечатление от меня тогда было, сложилось, естественно, там это куча всяких разных охранников, ФСО, ФСБ, крутые такие тачки очень навороченные, прям весь район практически оцеплен, там несколько кордонов охраны было. Ну, для меня Кобзон всегда ассоциировался с партией, с Лениным, с советской властью, с советскими праздниками, с Днем Победы. Хотя вот эта песня, День Победы песня, сначала ее пел Лев Лещенко. И как-то так получилось, что вдруг раз стали показывать Кобзона, как он эту песню поет, а я сначала не понял. На слух это абсолютно было то же самое. Я сначала не понял, почему Кобзон, потому что под фанеру поет, да вроде бы он никогда под фанеру не пел, тем более западло петь под фанеру Льва Лещенко и Осипа Кобзона. Сами представляете, да? Оказывается, просто песня зашла народу и, так сказать, передали ее Кобзону. То есть, все, видимо, ты будешь петь или там как-то он сам решил, я не знаю. Или худ совет Кремля, что ли, решил, я не знаю. В общем, всю жизнь он пел про комсомол. Кремля, как-то мой! Стрелки идут по кругу, время идет вперед. Если дело в одном станет, дело в твоих, только тогда победим, только тогда победим. Я люблю тебя жизнь, все это вот такое советское, советское, идейное вдохновляло нас на строительство коммунизма, на светлое будущее и так далее. Ну и потом для меня было очень большим удивлением, когда власть сменилась, в стране стал капитализм такой вот дикий, безобразный. Как будто он нравится, я сейчас не говорю, что он там плохой или хороший, посмотрим, что будет. В общем, вдруг он раз и стал депутатом, как бы стал капиталистом. Как и раньше, из каждого утюга его голос раздавался фактически. Включишь телевизор, там Кобзон, включишь радио, там Кобзон. Надоел он так всем. И так и сейчас, то есть буквально там несколько последних лет его меньше стали показывать, потому что он реально всем уже на стопе сделал. Все равно он продолжал петь, тоже опять про День Победы и так далее. В общем, всю эту старую совковую лабудень. Для кого-то она не была лабуденья, да, там понятно, что там чья-то молодость. Но в принципе, моя юность прошла под эти песни, я родился под эти песни, я родился в СССР. Но мне они уже настолько обрыдли, блевать хотелось, честное слово. Что касается его вокальных данных, естественно, у него там голосяра такой поставленный, баритон, все красивый. Но я бы не сказал бы, что на мой вкус, на мой слуг, да, я бы не сказал, что это какой-то уникальный голос. Так мог петь Илещенко, так мог петь, к примеру, там, кто этот самый пародист наш, забыл фамилию. Ленин, всегда живой, Ленин, всегда старой, Горе, надежде и радости. Ленин, Ленин, в твоей судьбе, Каждан, просли во мне, Ленин, тебе и во мне. Ленин, Хабзон, слава, ура! Вот они дружат с Лещенко, вот они все одинаково поют, это одна и та же эстрадная школа, в общем-то, баритоновая. Ничего там такого в этом голосе, грубо говоря, и не было. То есть некоторые называли его картонным, да, картонный Кабзон такой. Но всегда он одинаково выходил на сцену, всегда у него одинаковая улыбка и одинаковый образ. Всю жизнь был застывшая маска на лице, статичная поза и, в общем-то, и голос такой же. И, так сказать, и вокал точно такое же исполнение, в общем-то, оно абсолютно стандартное, без всяких там этих самых каких-то нюансов. То есть, ну, понятно, что лирические песни он там пел как бы с душой, то есть с придыханием, там вот это вот есть с душой. То есть опустела без тебя земля, то есть оттягивает назад. Но это называется петь с душой, этому учат вообще. Это несложно делать. 2 сентября в концертном зале имени Чайковского проходила гражданская панихида «Прощание с Иосифом Кабзоном». Мне выпала честь работать в этот день. Как раз прошло ровно 10 лет с того момента, как играл на юбилее на дне рождения Иосифа Давыдовича в Манеже. Ну и в этот раз мне повезло работать на его панихиде. Ну, повезло в смысле то, что так случилось, я не считаю, что это везение. Может быть, везение, не знаю. В общем, встретились мы опять. Ну, естественно, первое, что я увидел по выходу из метро, это то, что улица... Во-первых, метро перекрыто было. Из двух выходов работал только один дальний. Пришлось выйти через дальний выход. Там кругом Росгвардия, кругом все отцеплено. Милиция, как обычно, там заборы какие-то понаставлены. Усиленный контроль. Сегодня прощание с Абзоном. И метро перекрыто. Выход только с одной стороны, он со стороны вот этой. А вот там, где я выхожу возле концертного зала, там закрыто все, блин. Сейчас будем пробираться. Вот я, блядь, встретил с Аней, блядь, короче, он сказал, что там пиздец, и там не пройти надо. Не, ну просто сейчас сюда съедутся там крутые люди всякие там. Ну да, да, да. Воры в законе, блядь, всякие. Вот звезда. Масара. Так, а что тебе объяснили-то? Через... Да идем, Сбербан. Нихуя, блядь. Что там идти? Да. Мне больше. О, поехали. О, поехали. Тон. Поехал, дед. Поехал, дед. Поехал, на дачу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Приходил... Ну, он так... Речь не толкал... Он просто зашел... Цветы возложил... И сразу ушел... Володин там был... В общем, все-все-все-все-все... Вся нынешняя власть... Верхушка... Вот... Продолжение следует... Ну... Ну... Хочу резюмировать, так сказать... Свою... Свою небольшую... Рассказ... Кобзон... Почему он такой был? Видимо, ему повезло, и как-то он смог наладить контакт, то есть недаром же его звали самый лучший парламентер, переговорщик, то есть и с террористами он договорился, на Норд-Осте за это честь ему и хвала, хотя, по моему мнению, Норд-Ост бы не случилось, если бы не велась такая вот дебильная политика. Как музыкант, естественно, я его очень уважаю, потому что память у него действительно была уникальная, человек помнил огромное количество песен на разных языках, никогда ему не нужны были никакие талмуды, подсказки. Я думаю, что доброй души человек был, несмотря на то, что там о нем говорят плохого, ну да, так получилось, так сложилось, может быть, он вот такой вот сумел найти лазейку, ключик подобрать к нужным людям в нужное время, понимаете, этому нужно учиться тоже. Этот человек, он мог научить очень многому, да и сейчас тоже может, если проанализировать его жизнь, как можно сделать карьеру, будучи музыкантом. Вот все музыканты, подумайте моими словами, не надо обсирать Кобзона за то, что он сначала пел советские песни, потом стал капиталистом, бизнесменом, буржуем, в общем, стал и был похоронен с почестями. В принципе, с одной стороны, конечно, это можно расценить как предательство, а с другой стороны, даже не знаю, как расценить, как, наверное, приспособленчество какое, в хорошем смысле этого слова, да. Я вот иногда думаю, а вдруг вот фашисты бы пришли к власти, вот такие вот нацисты, там вот, как Гитлер, например, он бы тоже стал продолжать свою деятельность при дворе. Мир его праху. Мир его праху. ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ